Из-за пандемии День работников культуры в Искитиме отметили с опозданием на 9 месяцев. И все же праздник состоялся. Лучших специалистов в творческой сфере наградили за работу. Сегодня даже привычные песни исполняются на особом подъеме. В этом году работники сферы культуры со зрителем встречались редко, нечасто и сами виделись. Примите искренние слова благодарности за ваш плодотворный труд, который нужен людям, да и нам тоже. Постоянный творческий поиск, заготовность и впредь сохранять и приумножать наши традиции. У меня такое чувство, самое главное, которое я сейчас переживаю. Я очень по всем соскучился. Я вас всех очень давно не видел. По мнению большинства гостей праздника, нехватка настроения, улыбок и ярких событий, которые создаются работниками культуры, в этом году ощутилось очень остро. Я сейчас посмотрел, пели, да? Вы видели, как Кузнецов улыбается? Целый год не видели. В зале небольшая часть представителей сферы культуры города, а лишь те, кто сегодня получит признание своих заслуг на уровне области и города. Почетной грамотой губернатора награждена Ольга Колесникова, директор Дома культуры «Октябрь». Стоит отметить, что в уходящем году ДК Микрайону Ложок вел активную онлайн-работу. Мы смотрим посещаемость, нам все равно интересно, потому что США, Китай, Белоруссия, то есть расширили возможность своих границ. Я думаю, это плюсом пошло для нас. Звание почетного работника культуры Новосибирской области присвоено Натальей Ереминой, руководителю танцевального ансамбля «Вернисаж» Детской школы искусств. Мне приятно, что мою работу оценили, оценили на уровне администрации. Мне это приятно. Я этим видом творчества занимаюсь. Вот в августе было 40 лет. Городской музей внесен в Золотую книгу культуры Новосибирской области за создание виртуальной выставки «Новый взгляд» на платформе «Артефакт». Благодарственными письмами Министерства культуры также были награждены и другие специалисты учреждений.